Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Процесс установки Forex робота состоит из следующих шагов. Первое. Зарегистрироваться на сайте Forex Broker. Второе. Открыть демо счет. Третье. Приобрести WPS сервер. Четвертое. Установить терминал MetaTrader. Пятое. Установить и настроить робота TridyRinger. Название звучит именно так. Я сначала думал, что это TridyRinger, но по написанию это слово отличается. Как пройти первые четыре шага, я записал отдельное видео. Если вы еще эти шаги не выполнили, я рекомендую начать по порядку. Если вы уже первые четыре шага выполнили, в данном видео я объясню, как выполнить пятый шаг. Установить и настроить робота. Итак, первое, что вам нужно сделать. Зайти в свой кабинет, то есть залогиниться на сайте globaltakeoverlunch.com. Второе. Перейти по ссылке globaltakeoverlunch.com office trial license. Эту ссылку вы можете найти в описании к данному видео. Перед вами откроется форма, которую необходимо заполнить латиницей. В графе address 1 пишем улица латиницей, номер дома, тире номер квартиры. Графа address 2 на усмотрение ее заполнять не обязательно. Город, допустим, Москва. Страна. Выбираете из списка вашу страну. Допустим, Российская Федерация. Штат, округ, регион, республика. То есть пишите, в данном случае Московская область или, может быть, республика Татарстан и так далее. Почтовый индекс и временная зона. То есть, ну, например, там Европа, Киев, Москва и так далее. И внизу написано, чтобы начать бесплатный 30-дневный тест, я соглашаюсь. И нужно согласиться со следующими документами. Это пользовательское соглашение, предупреждение о рисках, политике и процедуры, отказ от ответственности, политика возврата средств. И внизу есть последний пункт. Я соглашаюсь использовать демо-аккаунт на протяжении следующих 10 дней. То есть, компания настаивает, чтобы робот первые 10 дней тестировался именно на демо-аккаунте. Внизу есть примечание, что невыполнение оговоренных условий может привести к заморозке аккаунта. Итак, галочки везде поставили. Нажимаем синюю кнопку Submit. Появляется сообщение. И здесь написано, если вы готовы начать 30-дневный тестовый период, нажмите кнопку Start Trial. То есть, начать тест. Нажимаем. Появляется вот такая страница. Здесь наверху написано, что у вас есть одна тестовая лицензия. И вот в графе номер счета нам нужно скопировать и вставить сюда номер нашего демо-счета, который мы создали в брокерской компании. Когда мы вставили сюда номер, нажимаем вот эту зеленую кнопку Update License Information. Появляется зеленое сообщение. Ваша лицензия была успешно обновлена. После этого нажимаем вот эту синюю кнопку. Нажмите сюда, чтобы начать 30-дневный тест. На той странице, где расписаны все шаги по установке робота, найдите шаг номер 3. И как видите, здесь написано, загрузите программное обеспечение на ваш WPS. TradeRinger. Загрузите zip-файл. Нажимаем вот эту ссылку. В папке загрузки у вас появляется файл TradeRinger. Нажимаете его правой клавишей мыши и выбираете пункт «Извлечь все». Появляется вот такое меню, где вы нажимаете кнопку «Извлечь». В распакованном архиве мы видим два файла. Один из них имеет расширение X4. Это, собственно, и есть файл робота. В данный момент это версия 2. Может быть, когда вы будете скачивать, это будет уже какая-то следующая версия. Мы нажимаем данный файл правой клавишей, копируем его. На WPS сервере открываем установленный терминал MetaTrader. Нажимаем меню «Файл» и выбираем вот этот пункт меню «Open Data Folder». Здесь заходим в папку «MQL4», папка «Experts». Выделяем и удаляем предыдущие файлы, которые здесь есть. Если в этой папке находится предыдущая версия TradeRinger, удаляем ее тоже. Кликаем правой клавишей и вставляем файл TradeRinger, который мы скопировали. Теперь снова возвращаемся в папку, которую мы скачали на главном сайте, и копируем вспомогательный файл TradeRinger.dll. Снова открываем WPS сервер, нажимаем «Файл», «Open Data Folder». Опять заходим в папку «MQL4». Только в этот раз заходим в папку «Libraries». Если у вас уже стояла предыдущая версия TradeRinger, у вас в этой папке должен быть такой файл «Traderinger.dll». Вы его удаляете и вставляете тот файл, который только что скопировали. В терминале MetaTrader с левой стороны есть такая надпись «Expert Advisors». Нажимаете ее правой клавишей и выбираете пункт «Refresh», то есть «Обновить». И теперь нажимаем маленький плюсик с левой стороны. И, как видите, здесь появился советник TradeRinger версии 2. Может быть, когда вы будете устанавливать, это будет уже версия 3 или какая-то еще. Теперь мы кликаем советник левой клавишей мышки и тащим его на график евро-доллар. Примерно в середину графика и отпускаем. Появляются настройки советника. Нажимаем вкладку «Common» и ставим все галочки, кроме вот этой второй галочки. Во вкладке «Inputs» мы вводим необходимые настройки нашего робота. В графе «Email» щелкаем два раза и вводим здесь электронную почту, с которой мы регистрировались на сайте globaltakeover.com. В графе «Password», то есть пароль, мы вводим тот пароль, с которым мы заходим в личный кабинет globaltakeover.com. Теперь приступаем непосредственно к настройке параметров робота. В графе «Weekly Goal» мы указываем количество процентов, которые хотели бы получить в результате торговли на текущей неделе. Допустим, если мы хотим получить на предстоящей неделе 5% прибыли, то пишем здесь цифру 5. В графе «Equity Protector» мы указываем процент защиты капитала. Он может варьироваться от 20 до 30%. «Stop running after equity protection», то есть если в какой-то момент срабатывает защита капитала, советник выключится. Размер лота зависит от того, какая степень риска для вас приемлема. «0.1 лота на 1000 долларов» это рекомендуемая настройка, возможная просадка при этом от 2 до 5%. И рекомендуемый «Equity Protector», то есть защита капитала 20-25%. Настройка «0.3 лота на 1000 долларов» это высокий риск. Агрессивная торговля не рекомендуется, если размер счета менее 3000 долларов. Возможная просадка при этом может составить от 6 до 15%, рекомендуемый «Equity Protector» 30%. Например, если я хотел бы торговать консервативно с 5000 долларов в TradeRinger, мой размер лота был бы 0.5, то есть по 0.1 лота на каждую 1000, итого 0.5. Если бы я хотел торговать более агрессивно с теми же 5000, я бы установил размер лота 0.15, то есть агрессивную настройку 0.3 я бы умножил на 5, потому что 5000. Настройки «Level Range», «Max Levels» и «Moving Average Period» оставляем как есть. Ниже указаны дни, в которые советник должен работать. Это воскресенье, понедельник, вторник и среда. Напротив этих дней должно стоять «Yes». В четверг и в пятницу советник не работает. Здесь должно стоять «No». Компания рекомендует, чтобы советник работал только с воскресенья по среду, и в четверг и пятницу он остается выключенным. После того, как мы сделали все необходимые настройки, нажимаем «Ок». Если вы все сделали правильно, то надписи на вашем советнике должны быть голубого цвета. Если вдруг вы увидите надписи красного цвета, значит какой-то параметр вы ввели неправильно. Перепроверьте все еще раз. Обратите внимание, что в данный момент торговля не ведется, и в графе «Статус» мы видим «Trading Not Allowed». То есть торговля не разрешена, потому что я записываю это видео в субботу. А суббота – это не торговый день. Теперь я нажимаю на этот график правой клавишей, выбираю пункт «Template», что означает «Шаблон», и нажимаю пункт «Save Template», то есть «Сохранить шаблон». Здесь дается список шаблонов, и я выбираю шаблон под названием «Default TPL». И внизу нажимаю кнопку «Сохранить». Появляется сообщение, что такой шаблон уже существует, вы хотите заменить его, нажимаю «Да». То есть, по сути, вот эти указанные настройки я сохраняю как стандартные. Теперь я нажимаю красный крестик в верхнем углу каждого графика, и их все закрываю, и в списке валютных пар слева на каждую валютную пару нажимаю правой клавишей и выбираю пункт «Chart Window». И, как видите, каждая валютная пара открывается уже с установленными настройками. Шесть валютных пар, то есть я нажимаю шесть раз, и теперь наверху нажимаю вот эту кнопку «Сортировка». И все графики выстраиваются уже заранее сохраненными настройками. Не забудьте, что в настройках робота каждой валютной пары должны стоять все галочки, кроме второй. Чтобы открыть настройки робота каждой валютной пары, нужно просто кликнуть смайлик в правом верхнем углу. В принципе, у нас все готово к началу торговли. Осталось нажать кнопку «Автотрейдинг», и торговля начнется. В данный момент я ее нажимать не буду, потому что сегодня суббота, и рынок Форекс просто не работает. Компания рекомендует запускать робота примерно в 2 часа ночи в ночь с воскресенья на понедельник и заканчивать работу в среду вечером. Если вы все сделали правильно, то надписи на всех валютных парах должны быть голубыми, и смайлик в правом верхнем углу каждой валютной пары должен улыбаться. В данный момент он не улыбается, потому что рынок Форекс не работает. Но если мы говорим про торговые дни, он должен улыбаться. Если вдруг на какой-то валютной паре смайлик не улыбается, проверьте, поставили ли вы все нужные галочки. Таймфрейм или временной интервал на всех графиках должен быть либо H4, то есть 4 часа, либо D1, то есть 1 день. Причем на всех графиках он должен быть одинаковым. Таким образом вы можете устанавливать робота TradeRinger в первый раз или устанавливать следующую версию, если у вас уже была предыдущая. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...